Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже в эфире. И мы продолжаем серию мероприятий, целью которых является обсудить с вами возможности лекарственной терапии опухолей легкого с редкими активирующими мутациями. Сегодня в студии уже знакома вам Елизавета Владимировна. Она представит минические случаи, которые мы подобрали для того, чтобы обсудить с вами. Меня зовут Моисеенко Федоров Владимирович, и мы начинаем. Сегодняшний семинар будет посвящен одному из редких нарушений при немелкоклеточном раке легкого мутациям Бера. Но важно сказать, что мутации Бера в целом относятся к одним из наиболее частых вариантов молекулярных нарушений, которые мы можем встретить при соленых опухолях. Они составляют около 7% от всех молекулярных нарушений, которые выявляют. во взрослой онкологии. Тем не менее, при немелкоклеточном раке легкого они относятся к крепким, но с учетом вероятности частоты выявления немелкоклеточного рака легкого, все-таки это является абсолютно реальной нозологической единицей, которую многие могут встретить в рамках своей клинической практики. И, конечно, сегодня мы попытаемся рассказать, что же мы знаем о возможности лечения данных пациентов и обозначить те направления, которые существуют сейчас для того, чтобы улучшить еще результаты лечения больных с Бера в треативном науку и науку. В начале, как и в прошлый раз, у нас... А где наши вопросы? Сейчас. А я тогда их пока озвучу, пока они еще не... А вот, но ведь они появились. Вопрос номер один, который несколько предвосхищает то, о чем мы сегодня будем говорить. Мутации Бера в треативном клеточном раке легкого встречаются при различных вариантах гистологических... При различных гистологических вариантах опухоли. И, соответственно, вопрос, при каких? Да? У нас есть, да, три ответа, независимо от гистологического варианта, только при адренокарциномии легкого. Ну, мы попытаемся сегодня убедить вас, что все-таки приоритетным вариантом, при котором появляется молекулярное нарушение Бера, является адренокарцинома. Хотя, действительно, возможно, можно встретить и плоскоклеточную опухоль с мутацией Бера. Однако, здесь, равно как и в отношении других молекулярных нарушений, например, транспортации АЛК, всегда будет вопрос о том, является ли эта опухоль действительно плоскоклеточной, или это адренокарцинома, которая фенотипически похожа на плоскоклеточную опухоль. Пожалуйста, вопрос номер два. Нарушение мутации Бера при немелкоклеточной раке легкого характеризует прогноз заболевания с точки зрения прогностических факторов. Как мы могли бы описать мутацию Бера? На самом деле, это вопрос неправильный, потому что, конечно, когда мы говорим про мутацию Бера, то для большинства опухолей это отрицательный прогностический фактор. Что это означает? Это означает, что если вы берете все опухоли на круг и формируете для них какой-то план лечения, например, для опухоли толстой кишки, которые протекают прогностически несколько лучше, чем опухоли легкого, мы можем спокойно откусить пациента на неделю на обследование, а затем еще какое-то время потратить на проведение волекулярно-генетического тестирования и, ну, в общем, быть относительно спокойными, что за 2-3-4 недели самочувствие пациента практически с нейрока не ухудшится. При этом в отдельных случаях мы можем наблюдать значительно более драматическую динамику, резкое ухудшение самочувствия и практически всегда это связано с наличием мутации в генеберах, это я говорю про колоректабина. Для немелкоклеточного рака легкого можно проследить похожую тенденцию, но нюанс здесь заключается в том, что опухоли легкого является принципиально более агрессивным заболеванием. И поэтому, конечно, на фоне значительно более агрессивного течения выделить более агрессивное, а просто агрессивного течения не всегда возможно, и поэтому, ну, в общем, это вопрос открытый, тем не менее, в тех исследованиях, которые сегодня мы будем показывать, есть данные о негативном прогностическом влиянии наличия мутации генеберах при немелкоклеточном раке легкого. Пожалуйста, следующий вопрос. Какова частота встречаемости молекулярных нарушений БИРАФ при немелкоклеточном раке легкого? Очевидно, что это основной вопрос, когда вы решаете, что делать с пациентом, когда вы определили у него уже наличие основных молекулярных нарушений ИГФР, ИЛКАРУС-1, при этом они оказались негативными, и вы, соответственно, принимаете решение, чем же вы можете помочь пациенту. Либо начинать неспецифическое лечение сейчас, или нужно войти по пути одного из вариантов поиска дополнительных мутаций. Конечно, нужно здесь понимать, какова вероятность выявления конкретных активирующих мутаций. И здесь у нас оптимистическая аудитория, она надеется, что молекулярные нарушения БИРАВ встречаются чаще, чем в 2% случаев, от 2% до 10%. На самом деле, мне кажется, что они встречаются скорее реже, от 1% до 2%, а в реальности, наверное, и меньше, потому что, ну, в общем, мы за всю нашу деятельность выявили молекулярные нарушения БИРАВ при немелкоклеточном раке легкого, наверное, у 5% или 6% пациентов, а это суммарно есть. Больше, чем 200 или 300 пациентов, которых мы лечили. Да, начнем мы все-таки с некоторой теоретической базы, значит, и мне нужно, по-видимому, перемотать. Значит, итак, дорогие друзья, значит, как мы уже сказали, сегодня речь пойдет про выбирав позитивный немелкоклеточный рак легкого. Почему сейчас необходимо учитывать возможность существования вот этого молекулярного нарушения и при немелкоклеточном раке легкого? Безусловно, основным аргументом, который говорит нам, что мы должны искать это молекулярное нарушение, искать его целенаправленно, является, конечно, продемонстрированная, я сегодня покажу эти исследования, эффективность двойного блокирования с помощью анти- герах-ингибиторов, анти-мега-ингибиторов, которая может и должна использоваться у пациента с этим молекулярным нарушением, потому что приводит к довольно высокой частоте объективных ответов, ну и, скажем, неплохому по текущим меркам времени допрогрессирования. С моей точки зрения остается открытым вопрос того, каким должны ли мы жертвовать временем в случае, если не существует адекватного алгоритма для определения молекулярных нарушений, они все определяются не одним, не в течение одного периода времени мультиплексно, а определяются последовательно, и вы получаете ответы в отсутствие мутации GFR, LK, ROS1, нужно ли вам ждать еще неделю, например, спасибо большое, для того, чтобы принять решение о правильной тактике лечения. Собственно, вопрос о том, у кого это возможно, у кого целесообразно, а у кого, наверное, лучше начать с помощью лекарственной терапии параллельно определять молекулярные нарушения, потому что это принципиальное значение имеет, возможность, в принципе, проведения этой терапии. Это, собственно, вопрос, который мы попытаемся сегодня помочь решить, но, к сожалению, забегая вперед, скажу, что однозначного ответа на него, к сожалению, пока, наверное, не существует. Итак, молекулярные нарушения встречаются при опухолях легкого, так уж получилось, что конкретно при опухолях легкого они выделены в отдельный класс, потому что опухоли, которые связаны с наличием активирующих мутаций, принципиально отличаются от прочих, большинство из которых связаны с табакокурением, связаны с хроническим воздействием канцерогенов на те или иные отделы легочной системы, и эти опухоли, они ассоциированы с принципиально другим механизмом канцерогенеза, и, соответственно, зависят от конкретного молекулярного нарушения, которое выявлено для данной опухоли. Почему это важно? Потому что блокирование этого белка с помощью того или иного препарата приводит к противоопухолевому эффекту, который, собственно, и принято называть в клинической практике клиническим ответом, эффектом лечения, и, собственно, то, ради чего мы чаще всего проводим противоопухолевую лекарственную терапию. Так уж получилось, что между что при немелкотлеточном раке легкого, опухоли, в которых есть молекулярные нарушения и опухоли, в которых нету молекулярных нарушений, которые в большинстве случаев представлены, конечно, мутациями, как, например, Бераф, мутация В600Е, наиболее частый вариант мутаций, в принципе, среди солидных опухолей, при опухолях легкого в том числе, они представляют, как черное-белое, то есть, если мутация есть, то конкретные препараты работают, если мутации нет, то препараты данные, если и работают, то крайне минимально влияют на отдельные показатели. У кого следует искать мутации Бераф? На настоящий момент текущие рекомендации, в том числе рекомендации, клинические рекомендации онкологов, Ассоциации онкологов России, говорят нам, что, конечно, в первую очередь молекулярные нарушения нужно искать у пациентов с аденокарциномы легкого, и здесь у нас есть данные крупного европейского исследования, проведенного в Густаво Руси, в рамках которого было исследовано более 17 тысяч пациентов с опухольми легкого, с аденокарциномой легкого, из которых мутации были выявлены у 1-2%. И на самом деле нету оснований как-то сомневаться в том, что мы полностью можем эти данные переносить на нашу популяцию, потому что, во всяком случае, популяция в Санкт-Петербурге очень похожа на европейскую популяцию. Это мы показали еще тогда, когда изучали на первых этапах частоту и вероятность выявления мутации в генерецептора эпидермального фактора роста и показали, что мы крайне похожи на популяцию в частности представленного в исследовании Рафаэля Розового. У них было 17,8%, у нас 19,8% вероятность активирующих мутаций. Ну, собственно, вот здесь мы и наблюдаем то, что представляет адекватную картину частоты мутаций вера. Важно сказать, что, конечно, мутации могут встречаться и при опухолоскоплеточной природе. Как я уже сказал, этот вопрос отдельно оговаривается в рекомендациях, потому что, к сожалению, гистологическая форма даже при применении иммуногистохимического профилирования является следствием субъективной оценки и экспрессии этих маркеров, и каких-то фенотипических особенностей опухолевых клеток патологам, которые это проводят. Во-первых, это, конечно, очень сильно зависит от квалификации патолога. Далеко не каждый центр, далеко не каждый регион может себе позволить иметь специалиста, который всю свою жизнь посвящает исследованию опухоли легкого и, соответственно, владеет на 100% всеми методами, может легко их отличать. Конечно, большинство специалистов, которые работают, в том числе и в специализированных центрах, они довольно много времени смотрят все опухоли вместе и, конечно, в этой ситуации вероятность ошибки повышается. Кроме того, к сожалению, такие феномены показаны на единичных примерах, когда опухоли плоскоклеточной природы возникают у людей, которые никогда не курили. И оказывается, что довольно часто эти опухоли являются аденокарциномами, которые в силу разных обстоятельств, которые мы не можем оценить, мимикрировали под опухоли плоскоклеточной природы, в том числе и за счет экспрессии различных маркеров. Поэтому вероятность выявления опухоли, вероятность мутации сохраняется и для опухоли плоскоклеточной природы, тем не менее, конечно, наиболее вероятно, они имеют свою патогенетическую роль при аденокарциномах. При этом принципиальное значение с точки зрения выявления молекулярных нарушений было проведено на много попыток идентифицировать клинические факторы, которые характеризуют группу с наличием активирующих мутаций гений Бираф. Это исследование в 2011 году, проведенное в Италии, в рамках которого была показана достоверно большая вероятность выявления молекулярных нарушений Бираф у женщин. Включено в анализ более 700 пациентов с аденокарциномой легкого. В принципе, аденокарциномы легкого встречались значительно чаще у мужчин, при этом аденокарциномы с мутацией Бираф встречались значительно чаще у женщин. Все остальные факторы не позволяли дискриминировать группу с мутацией Бираф и без. Тем не менее, тот же анализ, о котором мы сегодня уже говорили, 17 тысяч пациентов, очень много клинических факторов, понятно, что с учетом объема пациентов, которые были включены в эту работу, ну там была попытка конечно проанализироваться очень много факторов, варианты лечения, курительный статус, принадлежность этническая, пол, возраст и прочее. И они, в общем-то, большинство из них говорят о том, что мы не можем никаким образом идентифицировать группу пациентов с мутациями Бираф. Так или иначе, расхожее мнение, которое пока мы опровергнуть на 100% не можем, заключается в том, что мутации Бираф, в отличие от других активирующих мутаций КЕРАС, точнее АЛК, GFR, РОС-1, и в отличие от КЕРАС, они чаще, конечно, могут встречаться у пациентов с наличием курения в анамнезе. Как мы уже говорили, вопрос прогностического значения мутации Бираф в принципе на круг для всех солидных опухолей не вызывает принципиального сомнения. И это подтверждение, это утверждение было подтверждено для немококлятического рака легкого на ранних этапах, где было показано, что опухоли с наличием мутации Бираф при отсутствии таргетного блокирования с помощью антибираф и ингибиторов безусловно живут и прогрессируют быстрее на фоне стандартной токсической терапии и общая продолжительность жизни для этой группы пациентов она ниже, чем для пациентов с диким типом гена. При этом, опять-таки, в рамках вот этого крупного метаанализа было показано, что, возможно, существует потенциально более высокая чувствительность опухоли с мутацией Бираф к токсанам. Мы знаем, что паклитоксел и дотстоксел активно используются для лечения пациентов с немококлятическим раком легкого. Вряд ли это является настолько значимым отличием, которое должно быть положено в основу рекомендаций. Тем не менее, наверное, при прочих равных, если вы выбираете режим статистической терапии, об этих данных возможно помнить тогда, когда пациенты уже прогрессируют на фоне стандартной, уже теперь таргетной терапии. Вопрос таргетного блокирования сигнального каскада, который начинается с протеинкеназа Бираф был изучен в нескольких крупных исследованиях с учетом общей частоты пациентов с этими молекулярными нарушениями. Большинство из этих работ являлись, имели так называемый амбрелла дизайн-брок, которого пациенты с различными видами солидных опухолей и отдельным видом молекулярного нарушения, рандомизировали соответствующие когорты и получали различные лечения. Для большинства пациентов на ранних этапах лечение было одинаковым. Это была монотерапия веморофенивом, которая применялась и при колоректальном раке. Однако, довольно скоро стало понятно, что, несмотря на довольно высокую частоту мутации Бираф, при колоректальном раке крайне активен параллельный шунтирующий сигнальный каскад рецептора эпидермального фактора роста. И поэтому, в общем, монотерапия веморофенивом фактически не имеет никакого эффекта. А целенаправленное блокирование сигнального каскада рецептора эпидермального фактора роста, зарегистрированного для колоректального рака препаратом сетоксимаб, может приводить к синергистическому действию этих двух препаратов, и, соответственно, результироваться уже клинически значимой эффективностью только таргетного блокирования. Что же мы наблюдаем у пациентов с немелкоклеточным раком легкого, с наличием мутации БИРАВ? Это данные ранней фазы исследования монотерапии веморофенивом. Видите, что довольно высокая частота объективных ответов, 42%, но, к сожалению, не настолько длительная, насколько хотелось бы, насколько мы наблюдали при должном у РОС-1 позитивных пациентов длительность клинического ответа, 7,3 месяца, такова медиана до прогрессирования для данной конкретной группы пациентов. Безусловно, опять-таки, как я уже сказал, несмотря на относительно невысокую в сравнении с другими опухолями вероятность выявления мутации БИРАВ, но из-за крайне высокой частоты заболеваемости именно как лечен раком легкого, конечно, вопрос блокирования этого молекулярного нарушения при опухолях легкого, он, скажем, не теряет своей значимости. И поэтому сразу несколько последовательных этапов было проведено в изучении различных вариантов лечения. Первая когорта это монотерапия доброфенибом, вторая когорта это доброфениб термитинибом. У пациентов уже, которые получали различные варианты лечения и у них было выявлено прогрессирование на одном кире трех вариантов лечения, один из них, который, безусловно, из мутации ДЖФ и БИРАВ, они являются взаимоисключающими, я, может быть, не, как сказать, не проговорил, это достаточно не артикурировано, достаточно четко, это один из вопросов, которые мы сейчас видим. действительно они являются в самом начале до начала лечения исключающими. Я говорил про активацию сигнального каскада, которая далеко не всегда связана с мутационными изменениями, она может быть связана с амплификацией, то есть увеличением числа копий гена, а может быть связана просто с большим уровнем продукции белка, который называется гиперэкспрессия и, собственно, с этим связана именно активация конкретного сигнального каскада. То есть это совершенно не обязательно мутация. Возвращаясь к вопросу блокирования берав при немококлещен раке легкого, третьей когортой, которая, безусловно, является такой целью для всех фармакологических компаний, которые пытаются интегрировать свой вариант лечения в парадигму, является проведение лечения в первой линии. И такая когорта точно так же была не в исследовании доброфениба и трамоклимок при немококлещен раке легкого. Надо сказать, что равно как и в большинстве других опухолей эффективность двойной комбинации анти-бирав и мег оказалась выше и при немококлещен раке легкого тоже. Качество таблитивных ответов 33%, контроль заболеваний 58%, и несколько выше длительность ответа 9,6%, хотя, конечно, при увеличении числа включенных пациентов на первом этапе, конечно, результаты сокращаются. мы видели в ранних когортах около 7 месяцев время допрогрессирования, здесь 5,5, это является, конечно, следствием увеличения числа включенных пациентов. Одна из когорт это комбинация доброфениба и триметиниба у пациентов, которые уже получали терапию, вы видите, да, здесь получается таблитивных ответов 64,2% и 9,7% в месяц время допрогрессирования. В конец относительно недавно были представлены данные у группы больных, которые не получали раньше терапию, вы видите, что результаты очень похожи как для больных, которым было проведено уже лечение, включая в том числе платиновые дуплеты, тоже больше 60% объективных ответов, при этом получается 3,25% получают преимущество от использования таргетного препарата 75% частота контроля заболевания, 10 месяцев времени допрогрессирования и общая выживаемость довольно характерная уже сейчас для пациентов с наличием активирующих мутаций около 2 лет. При этом недавно были показаны результаты длительного наблюдения за этой группой пациентов и оказалось, что общая выживаемость она низкой ниже, тем не менее, все это, конечно, укладывается в общую парадигму 17,9 месяцев, это то время, в которое в среднем сейчас должны жить пациенты с наличием активирующих мутаций. То, чем мне хотелось еще в заключении выступления с вами поделиться, это крайне интересные наблюдения, которые вы видите, я обнаружил совсем недавно, они вышли в виде публикации буквально на прошлой неделе. Посмотрите, оказывается, кроме Бера ФЛС-600Е есть и другие мутации, в том числе, мы узнали об этом из меланомы, тем не менее, при неблококлевочном раке легкого мы с ними не сталкивались, тем не менее, оказывается, что они есть и при меланоме. И это непраздный вопрос, непраздный, потому что вопрос чувствительности редких мутаций, в частности, Бера, к уже исследованным для Бера ФЛС-600Е вариантах лечения, например, доброфениба и термитениба. Он на самом деле остается открытым. Мы в свое время, несколько лет назад, опубликовали клинические случаи, когда мы лечили пациента с меланомой кожей и мутацией как раз К-601Е. Мы лечили монотерапией беморофенибом и не наблюдали у пациента эффекта. У него было прогрессирование на фоне монотерапии, потом мы добавили ему механгибида, у него было прогрессирование через два месяца после этого. Дальше мы проводили пациенту иммунотерапию и он, к сожалению, тоже эффекта не наблюдали и пациент, в общем-то, погиб после трех лечений и через полгода терапии. В данном случае ситуация прямо противоположная. Пациент не имел как леточный рак легкого, выявлена редкая мутация аберрата, пациент получал терапию доброфениб и термитениб в течение шести и более месяцев с выраженным эффектом и выраженным клиническим улучшением клинического самочувствия. Это говорит нам о том, что, наверное, те подходы и методы, которые мы используем сейчас для диагностики редких активирующих мутаций, они, наверное, довольно скоро устареют и посепенно, в том числе и наша страна, мы будем переходить к использованию более продуктивных, более широким методов с более широким охватом генетических нарушений, которые будут выдавать ответ в течение не короткого времени и представляют полную картину о генетических нарушениях, по крайней мере, о тех генетических нарушениях, которые мы можем использовать, а мы знаем, что они классифицируются с точки зрения их клинической значимости. Сейчас в 2017 году была предложена эта классификация. Наконец, второй клинический случай, опять-таки, из этого же выпуска журнала таракальной онкологии. Случай, когда пациент получал терапию по поводу ИДЖФР-мутированного рака легкого, довольно долго его лечили, ну и довольно успешно он получал таргетную терапию анти-ДЖФР-ингибитором оси-мертенебом. В какой-то момент у него возникло прогрессирование заболевания и по факту второго или третьего прогрессирования у него была выявлена мутация Бирафа-600Е как один из механизмов, которые шунтируют сигнальные каскады ИДЖФР. В этой ситуации пациенту была проведена в соответствии с рекомендациями стандартной цитостатической терапии, однако на ее фоне у больного возникло дальнейшее прогрессирование в виде поражения мозговых оболочек. Мы знаем, что поражение оболочек крайне тяжелая клиническая ситуация, в которой единственным стандартным вариантом лечения является облучение как оболочек спинного мозга, так и головного мозга. Это тяжелая процедура, когда не приводит к каким-то выраженным и длительным результатам. Японцы проводили попытки интертикального введения статических препаратов, но все это довольно такая картина малоперспективная. Были попытки лечить поражение оболочек лепатимидиальных с помощью высоких доз осимертенибы, но я так понимаю, что и это тоже приводит к ответам на какой-то момент, но, к сожалению, ответы чаще всего не приводит. В данном ситуации после окончания химиотерапии при выявлении поражения мозговых оболочек пациенту была инициирована вне стандартов. Это крайне важная терапия осимертениб, доброфениб и терметениб, поскольку у него выявлялось молекулярное нарушение БИРАФ 600Е. И у данного конкретного пациента был достигнут выраженный эффект, что, безусловно, подтверждает общую концепцию о том, что если есть молекулярное нарушение, это молекулярное нарушение, которое является механизмом резистентности, шунтирующим ту мутацию, которую эффективно лечили до этого, все равно применение в этой конкретной ситуации таргетных препаратов, которые успешно блокируют этот сигнальный каскад, приводит к эффекту в той ситуации, когда конкретное молекулярное нарушение имело значение для биологической природы заболевания. На этом теоретическую часть мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Я передаю слово издать Владимировне для демонстрации тех случаев, которые мы хотели с вами сегодня поделить. Спасибо. Добрый день. Мы сегодня хотели бы обсудить с вами несколько клинических случаев терапии пациентов с многоклеточным раком легком с наличием активирующих мутаций. Итак, первые случаи в пациентке с наличием активирующей мутации АЛК. В данном случае пациентке молодой женщины 37 лет, которая наблюдалась в женской консультации по поводу беременности. И в апреле 2018 года отметила появление жалоб в виде сухого кашля, однако рентгенографическое исследование не выполнялось ввиду беременности пациентки. И в связи с значимым и быстрым нарастанием данных жалоб уже в октябре 2018 года она была экстренно госпитализирована, по поводу чего выполнено экстренное родоразрешение с последующим выполнением компьютерной томографии органов грудной клетки. И на данном слайде вы можете увидеть то, что было зафиксировано по результатам данной компьютерной томографии. Это очень крупное образование Т4 правого легкого, множественные миллиарды изменения второго легкого и лимфоденопатия. По поводу чего пациентке была выполнена фибробронхоскопия для верификации образования подтверждено наличие аденокарциномы легкого и по результатам молекулярно-генетического исследования выявлена транслокация АЛК. Итак, у нас установлен диагноз и данным обследованием пациентка обратилась к нам. По поводу данного заболевания у нас имелось открытое клиническое исследование, в которое была включена пациентка и мы начали терапию кризоденипом в декабре 2018 года. На данном слайде вы можете увидеть результаты рентгенографии грудной клетки через несколько недель приема. Нужно отметить, что на протяжении нескольких суток мы получили значимое клиническое улучшение в виде уменьшения выраженности дыхательной недостаточности и чистоты кашля. И по рентгенографии результаты, которые мы увидели, они были ожидаемыми. Далее пациентка с декабря продолжала терапию вплоть до июля. Мы видим выраженный частичный регресс, сохраняющийся по результатам компьютерной томографии. Однако параллельно мы выполняли стереотоксическую лучевую терапию на тех головного мозга, которые были выявлены. Но уже в августе 2019 года были выявлены новые очаги в головном мозге и подтверждено прогрессирование опухолевого процесса. Ну и в связи с регистрированным прогрессированием далее мы начали пациентке терапию в рамках расширенного доступа бриготинибом уже с ноября 2019 года. Ну и мы также видим, что эффект, который был достигнут на данной терапии, это выраженный частичный регресс, это также был достаточно быстрый достигнутый эффект и с клиническим улучшением. И был достигнут контроль очагов как первичной опухоль, так и вторичных изменений в головном мозге. Мы отметили уменьшение размера и количество очагов в головном мозге. Однако уже через 8 месяцев терапии мы отметили первое прогрессирование, которое характеризовалось в появлении новых очагов в головном мозге. Ну и на данном этапе нами была продолжена терапия бриготинибом и параллельно выполнены очаги стереотоксической процедуры стереотоксической лучевой терапии на данные очаги головного мозга. И в последующем терапия была продолжена, однако вновь отмечено появление очагов в головном мозге с повторной такой же тактикой выполненной нами повторным выполнением стереотоксической лучевой терапии. Ну и при уже следующем контрольном обследовании в сентябре 2020 года мы отметили прогрессирование по первичной опухоли в виде роста образования правого легкого. Ну и с учетом неоднократно повторившихся эпизодов прогрессирования мы начали третью линию терапии на данном этапе мы стали проводить комбинированную химиотерапию по схеме поклитоксел, прагоплотин, отезолизумаб и бивоцезумаб и тот результат, который мы увидели после второго цикла к сожалению было прогрессирование опухолевого процесса, то есть первичная резистентность была продемонстрирована у данной пациентки по всем очагам как по первичной опухоли, так и по очагам в головном мозге. Ну и нужно сказать, что уже на этом этапе мы понимали, что наиболее эффективной опцией для этой пациентки конечно будет терапия лаутенибом. Однако получение препарата в рамках расширенного доступа является не столь быстрой опцией для пациентки и в рамках оформления пока мы ожидали терапию мы рассчитывали получить максимальную эффективность вот тех доступных вариантов химиотерапии которые были. Хотя конечно имея уже скажем так неэффективную опцию одной линии химиотерапии мы начали монохимиотерапию пиметрикседом. И что ожидаемо к сожалению мы не получили значимого ни клинического эффекта ни радиологического клинические пациентки постепенно становилось хуже вновь стал нарастать дыхательный недостаточно вновь появился кашель однако слава богу были оформлены документы и уже в декабре 2020 года была начата терапия лолатинива ну и как мы видим на данном слайде и последующих был достигнут значимый выраженный частичный регресс который продолжается до сегодняшнего дня уже более 10 месяцев пациентка получает терапию то есть мы получили значимый частичный регресс как по первичной опухоли так и положительную динамику очагов головного мозга и последние снимки которые были выполнены у пациентки в рамках оценки эффекта на фоне терапии это август 2021 года и как мы видим у пациентки сохраняется выраженный частичный регресс что хотелось бы сказать относительно данной пациентки конечно на сегодняшний день в июне 2021 года лолатинив был зарегистрирован как опция для пациентов немелкоклеточного рака легкого с наличием активирующей мутации АЛК после прогрессирования при изначальной терапии ингибиторами теразинки нас второго поколения и в случае терапии ингибиторами теразинки нас первой линии и последующей терапии второй линии ингибиторов теразинки нас ну и на сегодняшний день нам также известны результаты исследования Краун которые продемонстрировали значимое увеличение как частоты объективного ответа так и времени до прогрессирования пациентов с наличием GFR мутации терапии лорулатинипом в первой линии АЛК мутации спасибо в первой линии терапии поэтому в общем-то для нас хотелось в ближайшее время ожидаем данную регистрацию и это будет прекрасная опция для таких пациентов с такой редкой мутацией вот да большое спасибо за это но мне хотелось здесь прокомментировать следующим образом и обратить внимание во-первых конечно в этом заключается принципиальное отличие между герапозитивными опухолями и АЛК оно заключается в том что для опухолей с трансплокацией АЛК существует большое число разных опций последовательных поколений которые обладают разным спектром воздействия на молекулярные нарушения АЛК и это позволяет использовать их последовательно а это в свою очередь безусловно определяет то что пациенты с трансплокациями АЛК живут долго к сожалению пока для пациентов с мутацией имбират таких последовательных опций лечения у нас нет и вполне возможно что именно это и лежит пока я подчеркиваю пока в основе того что если мы выявляем у пациента предположим мутацию убирав на фоне первой линии терапии потому что мы не смогли дождаться полного генетического анализа мы наверное не должны прерывать лечение мы не должны переходить на антибраф терапию скорее всего мы должны пациенту довести стандартный режим мы должны довести поддерживающий режим и только при прогрессировании на вот этой первой линии уже переходить на таргетную терапию вопрос чувствительности опухоли с активирующими мутациями с разными активирующими мутациями коммунотерапии мы обсудим на следующей встрече второе то что мне хотелось сказать это мне хотелось призывать коллег помнить о тех возможностях о том что мы должны к сожалению к нашему сожалению это сложно мы должны всегда помнить о тех опциях которые существуют в мире и мы безусловно должны всегда рассматривать любые возможности для того чтобы найти эти опции для наших пациентов как получилось в этой ситуации ведь это удивительная история и здесь нельзя не сделать эверантство в сторону фармацевтической компании когда пациентке было предложено лечение препаратами уже тогда когда была закончена программа расширенного доступа и ей предложили включиться в исследование лишь потому что она принимала участие в первой линии в исследовании кризотини против ингибиторов третьего поколения и тогда она попала в группу кризотини и только из-за этого центральная мировая команда рассмотрела возможность предоставления препарата на основании вот такой ситуации и это замечательно потому что конечно оказалось что для этой больной эта опция самая принципиальная нам остается лишь ждать конечно развития антибераптерапии потому что возможен ли речеллендж ингибитором иберап при иберап позитивном лёгком вот этот вопрос который он очень непростой непростой по двум причинам во первых все-таки опухоли лёгкого это довольно агрессивный опухоль даже если мы говорим про предположим про опухоли ассоциированные с мутациями GFR для которых естественно опыт значительно больше у нас абсолютно далеко не у всех пациентов есть какое-то спокойное окно когда мы можем рассматривать вопрос речеллендж ингибиторов и GFR косвенно мы можем судить все-таки что опухоли с мутацией иберап немножко более агрессивны во-первых во-вторых эффект от текущего поколения ингибиторов вбирав и мег даже в виде двойной терапии прием холик легкого все-таки пока мало сравним с ингибиторами GFR для которых длительность эффекта без прогрессирования достигает практически двух лет поэтому конечно опция речеллендж она должна существовать для всех пациентов с активирующими мутациями и о ней нужно помнить но наверное это требует крайне тщательной селекции пациентов раз два безусловно это требует оценки первичного эффекта от назначения этих препаратов если он был длительный тогда наверное этот речеллендж имеет смысл в то же время если пациент спрогрессировал раньше чем была достигнута медиана в клинических исследования 7 меньше 7 месяцев наверное вопрос речеллендж остается закрытым и смысла это никакого не имеет а мы хотели к вам представить следующий наш случай вернемся к обсуждению сегодняшней темы это лечение пациентов с нынче мотивирующей мутацией пера и позвольте представить вам еще одного пациента итак это женщина 62 лет без выраженной сопутствующей патологии в мае 2018 года отметила жалобу появления слабости эпизода повышения температуры тела в связи с чем она была госпитализирована в общепрофильную городскую больницу для проведения дообследования и по результатам компьютерной томографии было выявлено образование нижней доли правого легкого увеличенные внутрикрудные лимфатические узлы надключичные и множественные изменения в печени крупные и по результатам гистологической верификации выполненной при фибробронфоскопии в пациентке выявлена низкодифференцированная аденокарцинома легкого на данном этапе пациентка обратилась к нам и у нас имелась возможность включения пациентку в клиническое исследование и в рамках скринингового периода в этом исследовании отправлялась кровь для проведения НЖС и по результатам данного исследования у пациентки была выявлена активирующая мутация ВИРАФ В600Е и так на данном слайде вы можете увидеть скрининговое контрольное обследование по излайну мы видим крупное образование нижней доли правого легкого и вторичные изменения в печени и благодаря выявленной активирующей мутации уже в декабре 2018 года пациентка начала терапию доброфенибом траметинибом и на данном слайде продемонстрирован выраженный частичный регресс который был зарегистрирован у пациентки уже вскоре после начала терапии более чем минус 65% корицы ст. 1,1 однако нужно отметить что данный эффект был совсем недолгий мы видим сохранение данного эффекта через 4 месяца терапии однако при последующем выполнении КТ уже через 6 месяцев терапии мы видим значимое прогрессирование в виде продолженного роста ранее имевшихся очагов и появлении новых очагов печени ну и с учетом выявленного прогрессирования заболевания мы перешли на вторую линию системной лекарственной терапии в комбинации химиотерапии пиметриксидом и грибоплотином и после выполненных двух как и четырех циклов мы зарегистрировали значимый частичный регресс заболевания далее после терапии была продолжена до 6 циклов с последующим проведением поддерживающей терапии пиметриксидом и после выполнения пятого поддерживающего введения пиметриксидом в связи с это напомним был марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции в связи с введенными ограничительными мероприятиями по поводу госпитализации было принято решение о переводе пациентки на динамическое наблюдение и что же мы видим какие результаты пациентка вплоть до сегодняшнего дня находится на динамическом наблюдении и мы видим не просто сохраняющийся частичный регресс который был у пациентки по всем очагам как по первичной опухоли так и по очагам легких более того пациентка уже перенесла ковид нужно сказать что она перенесла в средней степени сейчас она проходит реабилитационный период и в общем-то с точки зрения противопухолевой терапии ситуация по-прежнему стабильна и не требует начала системной лекарственной терапии ну и подводя итоги данной пациентки отдельно хотелось бы отметить что с одной стороны мы видим достаточно быстрое прогрессирование после комбинированной пират терапии то есть время до прогрессирования составило не больше 6 месяцев то есть с одной стороны она входит в даже не подтвердились результаты регистрационного исследования с другой стороны мы видим совершенно другую картину и сохранение стабилизации заболевания более чем через полтора года динамического наблюдения и в общем-то как мне кажется возвращаясь к тому обсуждению которое у нас было до несколько минут назад относительно возможности ретчелленджа таргетной терапии возможно данная пациентка как раз является таким хорошим кандидатом учитывая нетипичное течение опухолевого процесса спасибо большое Елизавета Владимировна да пожалуй что я соглашусь с тем что наверное отдельные случаи возможности ретчелленджа бывают и вот этот пример конечно совершенно явный если у тебя пациентки будет прогрессирование мы должны будем рассмотреть эту опцию этого первого во вторых конечно это то что пациентка пока еще не получила иммунотерапевтических препаратов таким образом в заключении сегодняшнего мероприятия нам важно сказать что мутации ГИРАП относятся к редким вариантам молекулярных нарушений при немелкоклеточном раке легкого 1-2% пациентов с адренокарсиномой легкого и отдельные случаи плоскоклеточных опухолей у пациентов которые никогда не употребляли не курили табак это та группа больных у которых мы в случае отсутствия более часто активирующих мутаций GF-LKROS-1 мы должны проводить исследование статуса гена ГИРАП к сожалению пока наиболее распространенным вариантом молекулярных нарушений которые мы определяем является В-600Е но без сомнений есть и другие которые могут определять чувствительность к двойной блокаде анти-ГИРАП и анти-МЕК и наверное в будущем мы должны стремиться к тому чтобы определять их тоже мы когда готовились к этому мероприятию мы подумали о том что возможно основной опыт у нас использования этих препаратов у пациентов с наличием мутации ГИРАП принимают как речь с мрак и левого ассоциируем все-таки с возможностью использования сегвинирования следующего поколения на основе изучения циркулирующего колевой ДНК как мы не пытаемся найти мутации без применения этого метода мы у всех пациентов проводим оценку статуса гена статуса гены ГИРАП к сожалению пока мы других молекулярных нарушений в достаточном количестве не обнаружим все это конечно говорит о том что будущее наступит и наверное мы рано или поздно будем применять статус генерирования для того чтобы исследовать статус молекулярных нарушений в тех ситуациях когда много разных вариантов уже сейчас вы знаете это рекомендовано ЭСМО для применения при опухолевых железноводящих продуктов большое спасибо друзья большое спасибо Елизавета Владимировна до новых встреч и мы надеемся что вы не дря потратили свое время спасибо